Третий год в честь принимать начальников управления образованием и директоров школ со всего западного управленческого округа на площадке Уральской инженерной школы выпадает школе номер 18. Многолетнее плодотворное сотрудничество с Северским трубным заводом позволяет проводить подобные мероприятия, которые дают представление гостям о том, как реализуется в Полевском программа губернатора Свердловской области. Опыт большой с нами, здесь коллеги 21-й школы, села Косойброд, детского сада. Поэтому делимся опытом, представляем весь город по большому счету. Но опыт приятия окружных областных семинаров у нас присутствует, имеется, потому что региональная инновационная площадка обязывает проводить мероприятия такого уровня. В начале для всех присутствующих в актовом зале 18-й школы ученики в игровой форме в виде сценки рассказали о профессии инженера, в числе которых были директор по управлению персоналом Северского трубного завода Алексей Ребухин, директор 18-й школы Тамара Тарасова и директор политехнического лицея номер 21 Эрудит Людмила Высоцкая рассказали о системе партнерских отношений Северского трубного завода с городскими школами, системе взаимодействия с учреждениями профессионального образования, а также презентовали программу работы площадки Уральской инженерной школы. Философский камень способен превратить любой металл в золото. Эта мудрость в большей степени относится сейчас к нам, когда проходят такие вот великолепные мероприятия, связанные с внедрением в школьные программы основ таких вот специальностей, как инженеры-технологи, она, эта мудрость уходит вниз, потому что мы прекрасно понимаем, что у нас есть возможность подготовить вот именно персонал для того, чтобы он приносил нам вот ту великую золотую прибыль, которую мы хотим видеть. Затем все присутствующие разошлись по секциям, где презентовали свои наработки и делились опытом реализации инженерного образования. Мастер-классы, стендовые доклады проходили по таким направлениям, как робототехника, проектная деятельность, техническое творчество и другие. Всего пять секций, в которые каждый мог найти себе информацию по душе. Старшеклассники у нас рассказывают о том, как они работают над бизнес-проектами, над бизнес-планами. Учащиеся одного из классов показывают навыки в таком направлении, как роботехническое конструирование. Учитель химии показывает именно, делится опытом проведения практических и лабораторных работ по химии. Ну и учитель химии и физики делают акцент на очень важной науке, как физика и математика, которая является основой инженерного образования. Кроме 18-й школы, еще три образовательных учреждения Полевского, Политехнический лицей номер 21, Детский сад номер 49 и школа села Косой Брод. Параллельно по пяти секциям провели 22 мероприятия инженерной направленности, в которых делились накопленным опытом и наработками в этой сфере. В практической части ученики совместно с педагогами показывали систему работы естественно-научного, технического и политехнического образования, развитие инженерного мышления на уроках физики, математики, химии, с использованием различного оборудования. На что Константин Сергеевич поспел, что Алексей Викторович Репухин, наши постоянные партнеры, люди, которые разделяют нашу позицию, поддерживают и образование для них, не пустое слово, это замечательно, мы рады. Естественно, завод ждет кадры, а мы пытаемся вместе с ними правильно сориентировать детей на то, чтобы инженерное образование не пугало их и стало интересным, перспективным. Максим Исаенко, Сергей Чижов. Новости. Твой день. Субтитры создавал DimaTorzok